Из книги Клеветника. Одной из самых любопытнейших черт пропаганды научных достижений и методологии науки является стремление придать конкретным научным открытиям не только вид переворота в понимании той или иной области действительности, но и вид сенсационного переворота в логических основаниях науки вообще. Иногда это делают прямо, заявляя о непригодности старых правил логики в каких-то новых областях науки. В частности, чуть ли не предрассудком в некоторых кругах стало мнение, будто для микромира нужна совсем иная логика, чем для макромира. Иногда это делают косвенно, подвергая критике некий костный и отсталый здравый смысл простых смертных, непричастных к великим тайнам современной науки. А вообще все это, как правило, суть спекуляции на том, что язык, на котором рассуждают об открытиях науки, плохо разработан именно с логической точки зрения. Главным образом это связано с современной физикой. Здесь сложилась гигантская литература с довольно ясной ориентацией. Выполняя в свое время благородную роль защиты и пропаганды новых идей физики, она вместе с тем преследовала свои эгоистические цели, сказавшиеся на ее интеллектуальном облике, в особенности после того, как упомянутые идеи физики перестали нуждаться в защите и приобрели поистине чаплинскую известность. Стремление во что бы то ни стало поразить читателя, заставить поверить в то, что объекты микромира, пространство и время обладают непостижимыми для здравого смысла свойствами, стало условием ее существования и лейтмотивом. Пространству, например, приписывается способность сжиматься и растягиваться, искривляться и выпрямляться, а времени приписывается способность двигаться, течь и тти, способность двигаться медленнее и быстрее, вперед и назад. При этом умалчивают о том, что упомянутые свойства вещей являются обычными именно с точки зрения здравого смысла. И если последний протестует против того, чтобы приписывать их пространству и времени, то вовсе не потому, что он не образован и консервативен, а потому что даже на самом примитивном уровне здравого смысла ясно, что пространство и время, заключают в себе что-то такое, что мешает рассматривать их как эмпирические вещи, которые можно пощупать, сжать, растянуть, сломать и т.п. И что это что-то – суть неявные соглашения о смысле употребляемых языковых выражений и правила логики, усваиваемые в какой-то мере в языковой практике. Все трюки с понятиями пространства и времени, которыми в течение многих лет потрясают воображение читателей, основывается на неясности и неопределенности привычных выражений, а также на их неявном переосмысливании. Эти трюки – суть трюки языка, на котором говорят о пространстве и времени. Наука, язык, который отвечает нормам логики, не может вступить в конфликт со здравым смыслом, если последний – есть некоторая совокупность истинных утверждений непосредственного опыта плюс некоторые правила логики, так или иначе усвоенные людьми. Словесные манипуляции с новейшими достижениями науки и полнейшее пренебрежение к логическим основаниям терминологии, возводимая в ранг все более глубокого проникновения сущность микромира, пространства и времени – такова другая сторона – реализации благих намерений рассматриваемой литературы. Такой тип методологической литературы рождается в изобилии и в других специальных областях науки, а это и есть идеология. Такого рода спекуляция за счет плохой логической обработки языка и языковые трюки не случайны. Открытиями в конкретных областях науки теперь никого не удивишь, к ним привыкли, а к переворотам в науке, вступающим в конфликт с логикой, привыкнуть нельзя. Факт, который невозможен логически, но о котором авторитетные жрецы науки говорят, что он происходит согласно последним достижениям науки, есть чудо в духе высокоразвитой культуры XX века. Трудно, конечно, поверить в то, что питью хлебами можно накормить несколько тысяч человек. Но чтобы поверить в то, что осуществимо невозможное, повторимо-неповторимое, обратимо-необратимое и т.п., для этого нужно долго и упорно учиться. Да и сами по себе научные открытия удивительны лишь для самих специалистов, не понимающих в большинстве случаев их смысла. Мир сам по себе сер и прост. Сложность мира есть лишь нагромождение и путаница из простого. Мир не содержит в себе мистической тайны, последняя должна быть привнесена в него извне.